МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала Первые карагандинские новости в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Синий кит. Тихий дом. Вы в игре. В чем суть нового развлечения подростков? Каковы последствия недетской игры? Сколько миллиардов тенге выделено на поддержку бизнеса области? И сколько бизнесменов получат микро-кредиты? Эти и другие вопросы предпринимательства обсудили в областном Акимате. Перестрелка из-за фальшивого алмаза. Почему покупатель драгоценного камня оказался на скамье подсудимых? Сейчас в социальных сетях появляется все больше информации о недетской игре «Синий кит», которую также называют «Сихий дом». За короткое время новое развлечение подростков устроило настоящий переполох среди родителей. Только вчера в ДВД Карагандинской области сообщили, что жертв опасной игры «Синий кит» в нашем городе нет. Но сегодня появилась новая информация. 19-летняя девушка повесилась на ручке в ванной комнате. По предварительным данным, она рассталась с жизнью именно из-за игры. Подробнее о новом развлечении молодежи вы узнаете из материала о Сельце Замбаевой. Галина Сибирякова жила в Пришахтинске с родителями. Девушке было 19 лет. Она училась в Карагандинском агротехническом колледже. Трагедия произошла в ночь с 5 на 6 февраля. Галина встала, связалась с кем-то по телефону, помылась и затем покончила с собой. Странно было то, что Галина частично сбрила волосы на голове. За несколько дней до случившегося. По словам родных, девочка была очень добрая, общительная и дружелюбная. Заподозрили. Это вот вчера только телефон разблокировали. Залезли когда в ноутбук, у него было все стерто, только вот дипломное было. А телефон был заблокированный. Вчера, когда разблокировали телефон, увидели это видео суицидное. И вот подумали, что это. Что вот, наверное, на этой почве, то, что она залезла в этот интернет, и подумали, что связано с этим. Ну а так, вот в ВКонтакте или в каких-то наборах? Вообще не было. Ну вот единственное, заметили то, что это, на какой-то кошелек она деньги ложила. И все, и вот это видео только, и все. Игра «Синий кит» рассчитана на подростков. В течение 50 дней игрок получает разного рода задания от модератора, одной из которых вырезать лезвием на руке рисунок кита. Последнее задание должно привести к смерти. Информация об игре разлетелась мгновенно. Однако сейчас многие подростки начинают играть ради интереса, забывая о реальности. Невыполнение заданий приводит к угрозам. Но вовремя выйти из игры, возможно, говорит Азамат. Однако рисковать ради интереса не стоит. О «Синим ките» я узнал от друзей. Мне стало интересно, и я стал играть в эту игру. Мне сказали, чтобы я нарисовал на руке «Синего кита». Я не нарисовал. И они стали меня пугать. Писали, что узнают, где я учусь, отправляли мне мои данные, где я живу, информацию про моих родственников. И если не сделаешь, то лишишься своих родных, угрожали они. После этого я удалил все свои страницы в соцсетях. С тех пор прошло немало времени. Сейчас не беспокоят. Только ради интереса туда зашел. Заново страницу не открывал. Просто было интересно. Страшно не было. Хочу сказать всем молодым людям, не вступать в эту игру. Ни к чему хорошему она не приводит. Кто-то верит и ведется. Помимо этой игры в социальных сетях появилась новая игра «Беги или умри». Правила простые. По указу дети намеренно дожидаются красного сигнала светофора и перебегают дорогу перед близко движущимися машинами. Почему именно такие развлечения интересны подросткам и что толкает их на самоубийство, остается неизвестным. По мнению психологов, происходят несчастные случаи из-за того, что дети не получают должного внимания и заботу от родителей. Нужно, во-первых, обращать внимание в соцсетях, с кем они общаются, с какими людьми, какие картинки выставляют, какие записи у детей, просыпаются ли они с легкостью утром. Потом надо, чтобы дети были заняты. Надо на спортивные кружки записывать, надо творчеством, что занимались дети. Родители сейчас просто так, в открытом, перед компьютером, перед интернетом детей не должны оставлять. Этой ситуацией заинтересовались и полицейские. В Министерстве внутренних дел усмотрели в деятельности модераторов статью Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства». Деяния организаторов подобных групп могут быть квалифицированы по статье 105, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это доведение до самоубийства или до покушения самоубийства путем угроз, совершенной в отношении несовершеннолетнего. В 2016 году по Республике было расследование 9 уголовных дел по фактам доведения до самоубийства несовершеннолетних. Однако, каких-либо сведений о влиянии на их поведение в социальных сетях не получено. На данный момент проводится мониторинг сети интернет на предмет выявления групп с идеями суицида для блокирования сайтов. В целях профилактики призываем родителей усилить контроль над виртуальной жизнью детей. В этом году на поддержку бизнеса в области выделено более 4 миллиардов тенге. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков обсудил с предпринимателями консолидацию власти и бизнеса в решении стратегических задач. Члены регионального совета предпринимателей, представители прокуратуры, заместители Акима области и руководители областных управлений обсудили способы решения стратегических задач. Нурмухамбет Абдебеков отметил, что в области действует более 85 субъектов предпринимательства. Ежегодно растут объемы производства в сфере малого и среднего бизнеса. Задача по увеличению доли объемов в сфере малого и среднего бизнеса выполнима только при сплоченной и совместной работе государственных органов бизнеса, палаты предпринимателей, государственных органов от деятельности которых напрямую зависит состояние бизнеса для нашего региона. Достижение поставленной задачи будет способствовать реализации нового программа развития продуктивной занятости и массового воспринимательства. В 2016 году по единой программе «Дорожная карта бизнеса-2010» за счет средств республиканского бюджета и единого накопительного пенсионного фонда были поддержаны 262 проекта на сумму инвестиций около 27 миллиардов тенге. Общий портфель программы составил 1150 проектов на общую сумму более 128 миллиардов тенге. Это пятый результат по республике. По дорожной карте занятостей и дорожной карте бизнеса в прошлом году предприниматели получили на развитие своего дела 698 микрокредитов на сумму почти 2 миллиарда тенге. В текущем году на поддержку бизнеса области выделено свыше 4 миллиардов тенге. Более 700 предпринимателей получат микрокредиты. Аким области призвал бизнесменов сообща проанализировать причины пробуксовки механизма государственно-частного партнерства, изучив успешный опыт других областей республики. Директор палаты предпринимателей Карагандинской области Мадениет Бажбанов озвучил проблемы, с которыми сталкивается бизнес. В палату поступает очень много про обращения предпринимателей в разных сферах. Предприниматели жалуются как на право принятелю, как на местность. Мы по результатам всех этих обращений составили реестр проблем. У нас есть несколько случаев, когда предприниматели откровенным образом оказывают давление, необоснованно на службу уголовного дела, незаконные проверки, необоснованно на место счета предприятий. Также остается проблема галактического расследования уголовного дела. Предприниматели жаловались на отношения с правоохранительными органами, судами и монополистами. Остаются актуальными земельные проблемы. Пользуясь случаем, участники встречи обратились к руководству области с частными вопросами. В этих проблемах глава региона поручил разобраться об основном управлению предпринимательства. Лариса Хусынова, Жасулам Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Общественно-политический портал матрица.кз составил рейтинг информационной активности областей. Регионы оцениваются по трем критериям. В двух пальму первенства удерживает Карагандинская область. Это не рейтинг влиятельности политического веса или каких-либо других талантов акимов областей, которые делают разные интернет-ресурсы. Это собственный рейтинг общественно-политического портала матрица.кз, показывающий в онлайн-режиме информационную активность разных регионов. Такими словами, редакторы сайта предварили рейтинг. По количеству публикаций в первой тройке Карагандинская, Южно-Казахстанская и Костанайская области. Информационную погоду лидерам сделали происшествия. Это Шахан, взрыв газа в Шимкенте и криминал в Костанае. По числу просмотров лидирует Алматинская область. В тройке призеров Карагандинская и Южно-Казахстанская области. По количеству комментариев безусловный лидер Центральный Казахстан. Таким образом, модераторы сайта сделали вывод, что абсолютным лидером рейтинга информационной активности на 1 февраля является Карагандинская область Аким Нурмухамед Абдебеков. Второе место у Алматинской области Аким Амандык Баталов. Аким Бердебек Сапарбаев вывел Актюбинскую область на третье место. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Карагандинская область выделили более 10 миллиардов тенге на реализацию программы Нурлужол. В текущем году будет достроена школа-интернат для детей с нарушениями зрения, рассчитанные на 250 мест. Ее строительство началось еще в 2006 году, однако из-за отсутствия финансирования перед самой сдачей в эксплуатацию проект был заморожен. Недостроенное здание школы-интерната за время простоя потеряло исходный вид. Потекла крыша, были разбиты окна. И вот в этом году здание обещают восстановить и сдать в эксплуатацию. Из 600 миллионов, выделенных на завершение строительства в 2016 году, на сегодняшний день освоено 100%. Глава региона подчеркнул, что сдачу объекта нужно ускорить. Также по программе Нурлужол планируется реконструкция тепловых сетей на юго-востоке и водовода по улице Гоголя. В Актасе будет построена блочно-модульная котельная. Кроме того, в Караганде приведут в порядок ливневки, а именно самотечный коллектор канализации. Коллектор номер 10 собирает и транспортировать сточные воды с Арктировки Морголука Юго-Востока Фёдоровки Михайловки. Реализация проекта решит вопросы с аварийностью коллектора, а также снизит риск попадания сточных вод в фору с Гоголя и экологических пицц. Проект будет завершен в декабре месяце в текущем году. В этом году чиновники собираются распределить между очередниками кредитное жилье в строящемся на юго-востоке Караганды микрорайоне Панель-Центр. Однако, вместо трех домов пока планируется ввод в эксплуатацию лишь одного. В текущем году на завершение предусмотрено сельства 1,5 миллиарда тенге. Срок ввода в эксплуатацию объекта 2017 год. В рактор данной программы будет введены 336 квартир 17,2 тысячи квадратных метров. Планируется, что границы микрорайона Панель-Центр будут увеличиваться. В проекте предусмотрено строительство 33 объектов этой школы и детские сады и объекты соцкульбыта. В 2017 году в рамках программы Нур-Лужол заложены средства на строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в указанном микрорайоне. В будущем этот район может носить имя Байкена Ашимова участника Великой Отечественной войны. А имам Ринаулжас Габасов Андрей Тимофеев первый Карагандинский. Знают ли карагандинцы кто такой Алимхан Ермеков? Одна из больших улиц нашего города названа в честь общественного и государственного деятеля Казахстана. Мы решили узнать насколько горожане увлекаются историей родного края. Алимхан Ермеков один из основателей партии Алаш окончил Каркаролинское трехклассное городское училище в 1905 году. В том же году поступил с ними Балатинскую мужскую гимназию которую окончил золотой медалью в 1912 году. Затем по конкурсу аттестатов был зачислен Томский технологический институт. Вы на этой улице живете? Нет. А вы про Алимхана Ермекова знаете? Нет. А вы знаете про Алимхана Ермекова? Да нет. А вы про Алимхана Ермекова знаете? Нет, девушку не знаю, серьезно. Алимхан Абеович ученый, первый казахский профессор математик. Родился в Темиршинской волости Каркаролинского уезда Семипалатинской области. Сейчас это Актугальский район в Карагандинской области. В Карагандинском государственном техническом университете есть экспозиция, посвященная жизни и трудам Алимхана Ермекова. Но историки считают, что этого недостаточно. Сейчас мы поддерживаем связи с его детьми. Внук его Олег Магуянович часто приезжает к нам. Он сейчас живет в Великобритании, занимается образовательными программами и ежегодно проводит в память о дедушке республиканские олимпиады по математике. В этом году республиканская олимпиада проводилась на базе нашего выдающийся ученый-геолог. У нас в университете есть музей геологический, который носит его имя. Именем Алимхана Ермекова названы улицы в городах Караганда и Каркаралы. Специализированный дом книги. Средняя школа номер 131 в Агадыре. В 1998 году в Актугайе на родине Алимхана Ермекова открыт памятник землякам, активным руководителям Аллаш-Арды. Алихану Букиханову, Алимхану Ермекову и Жакюпу Акбаеву. Лариса Кусынова, Жуслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Череда несчастных случаев прокатилась по шахтам угольного департамента Артелор Миттал-Цимиртау. Травмы получили два человека. В обоих случаях речь идет о тяжелых увечьях. Поистине кошмарный случай был зафиксирован на шахте имени Ленина. 29-летний машинист горно-выемочных машин оказался под комбайном с включенным вращающимся шнеком. А также на шахте Тинтекская в переплет попал 32-летний крепильщик. 23 января на шахте имени Ленина 29-летний машинист горно-выемочных машин оказался под комбайном с включенным вращающимся шнеком. Избежать гибели помог напарник. Он нажал на выносную кнопку «Стоп». Помимо черепно-мозговой травмы молодой человек получил перелом позвоночника со смещением и множеством других серьезных повреждений. На шахте Тинтекская в переплет попал 32-летний крепильщик. Первую помощь пострадавшему оказали в медпункте. В тот же день в больнице врачи произвели ампутацию ногтевых фаланг с тех пяти пальцев левой руки. Сейчас его жизни ничто не угрожает. На данный момент идет расследование и точная причина устанавливается. Мы провели расследование предварительно. Это немножко по-другому. Ярт. Но в больнице наверное вам лучше обратиться к Ванштейну, директора по медицине. А по обстоятельствам расследование еще не закончено. Говорить о том, что еще рано, мы постараемся сделать так, чтобы мы восстановились полностью. А так мы покупаем все лекарства, все, что нужно оперативно контролировано. Поэтому я думаю и на поправку все идет. Один человек погиб, второй получил огнестрельные ранения при разборках из-за фальшивого драгоценного камня. Перестрелка со смертельным исходом произошла в мае 2016 года в поселке Актаз. На скамье посудимых четверо, в том числе и покупатель фальшивого алмаза. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам началось главное судебное разбирательство. Подсудимых обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. История с трагичным концом началась в январе прошлого года. Один из подсудимых приобрел у знакомого алмаз, расплатившись за него тремя дорогими автомобилями. Через некоторое время подсудимый узнал, что камень фальшивый и потребовал продавца вернуть машины. Однако это оказалось не так-то просто. Ему вернули лишь два авто, а третий оказался продан. При этом деньги за нее 5000 долларов США находились не у продавца, а у третьего лица. Альтай в ходе телефонного разговора с Хасановым назначил последнюю встречу в районе дворца культуры для решения вопроса о возрасте указанной суммы. При этом Альтай, сознавая, что Хасанов может не вернуть деньги и предполагая, что может прийти на встречу не один, предложил своему знакомому доктор Баеву поехать вместе с ним, с которым доктор Баев с Хасановым. Доктор Баев с ним не был знаком. При этом Альтай предложил доктор Баеву на встречу стороны приехали вооруженными на нескольких автомобилях. Мирно побеседовать не получилось. Один из подсудимых открыл стрельбу по должнику, но не попал. Подельники должника тоже не спасовали и стали размахивать оружием. В результате перестрелки были ранены двое. Один из них скончался по дороге в больницу. Невольные свидетели кровавой разборки рассказали детали в суде. Стреляли пули я уже об этом говорила. Поэтому я подняла глаза и увидела машину. За машиной стоял молодой человек, которого я не знаю, потому что солнце светило в лицо. В смысле неизвестный мне человек, не наш, не аптасовский, потому что как правило в лицо всех знаешь. Один из подстреленных выжил. В суде он выступает потерпевшим. Вместе с ним на скамье пострадавших находится родственница погибшего. Никаких гражданских исков о возмещении ущерба они пока не предъявляли. Подсудимый, который произвел роковой выстрел, свою вину признал частично. Остальные трое не считают себя виновными. Также известно, что еще один участник перестрелки находится в розыске. Айямамрина Жасулама Кулбеков Андрей Тимофеев первый карагантинский. Государственные служащие и представители неправительственных организаций встретились для обсуждения послания президента народу Казахстана. Глава государства сделал особый акцент на том, что гражданский сектор играет важную роль в реализации задач послания. Ежегодно глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев выступает с посланием к народу Казахстана, подводя итоги определенного периода. Новые задачи, которые ставит президент, позволяют добиться всех поставленных целей для развития Казахстана. А государственные служащие являются непосредственными исполнителями политики страны. Послание президента в новую эпоху, в новое время это как раз тот нужный путь, который сейчас нужен нашему Казахстану, потому что сейчас непростые времена и учитывая современные реалии, указать путь и показать направление, по которому мы будем двигаться и развиваться, это очень важно. На встрече госслужащие и представители НПО подробно остановились на каждом из пяти приоритетов, которые обеспечат экономический рост и поспособствуют вхождению Казахстана в тридцатку конкурентоспособных стран мира. Расставить приоритеты и постепенно двигаться к цели – это основная цель граждан нашей страны. Лариса Хусынова, Сламбекоспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Таразе завершился республиканский чемпионат по борьбе дзюдо среди юношей и девушек. В нем приняли участие около 600 спортсменов из 14 областей страны, а также городов Астана и Алматы, в том числе и команда Центрального Казахстана. 6 февраля юниоры вернулись домой. Об итогах выступления карагандинских дзюдоистов в нашем следующем репортаже. Прошедший чемпионат по дзюдо стал отборочным на азиатское и мировое первенство. Соревнования прошли по девяти весовым категориям среди юношей и по семи среди девушек. Центральный Казахстан представляли около 60 молодых спортсменов. Сборная Карагандинской области показала неплохие результаты. В копилке команды два чемпионских титула. В весовой категории 40 килограмм у нас чемпионкой стала Жмогалиева Аим. Она провела пять схваток в финале задушив свою соперницу и эффектным приемом выиграла Золото. Также в весовой категории 73 килограмм у нас стал чемпионом Марат Зангар. Он также провел шесть поединков. В финале провел бросок на оценку у хозяина ковра, то есть представителя Джамбульской области. И удержал свое преимущество, выиграл схватку по оценке. Сегодня победители и призеры республиканского чемпионата усиленно готовятся к чемпионату Азии, который пройдет в апреле в Гонконге. Андрей Денджек, Слакнурта и Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. И еще в завершении выпуска 8 февраля в 10 часов состоится расширенное заседание коллегии агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. На заседании будут подведены итоги работы агентства за прошлый год. Заседание будет транслироваться на интернет-ресурсах, указанных на экране. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сова, Умстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова